Первое стихотворение называется «Адмиральское лирическое». Помните, была Сормовская лирическая, а тут «Адмиральское». Завидев Адмирала, Лариса Адмирала, И мира замирала от взгляда Адмирала, Не говоря о светке, Что встретит Адмирала, Не раз она о ветке, коленке обдирала. Он отвечал на это Улыбкой Адмиральской. Но проходило лето, Потом снежок февральский, Гремели в мае грозы, Стихи сменяли прозу, А черноморский воин Был так и не пристроен. Нет, голыми руками Не взять морского волка, А мы стрельнем глазами, А мы подрежем челку, Засады и облавы, По зною и по снегу, Шаг влево и шаг вправо Равняются побегу. Средь городской пустыни Нельзя смотреть без боли, Как адмирал и ныне Живет себе на воле. Вот второй герой. Был он адмиралом флота, И играл все время в лото. Только в лото, как назло, Адмиралу не везло. У него и в штормы, и в бурю, Было все всегда в ажуре, Но не видывал никто, Чтобы он выиграл в лото. Нет, не видывал. Если бы завязал он с лото, И послал его в болото, До конца бы прожил век, Как приличный человек. Но, увы, себе на горе, Был орлом он только в море, А на суше адмирал Все играл, 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 играл И проигрывал. Проиграл он дом, машину, Три отреза крепдышина, Драгоценности жены проиграл, И хоть бы хны, Твердо веруя в удачу, Проиграл безумец дачу. Напоследок идиот Взялся за родивый флот. Все загнал он, крейсер, катер, Миноносец, дебаркатер, Продал, как последний гад, Даже боевой фрегат. Где корвет, а нет корвета, Адмирала тоже нету, Не коньяк теперь он пьет, А на зоне сумки шьет. И супруга адмирала, Хоть в лото и не играла, Ходит в стареньком пальто, Вот вам, братцы, и лото. Вот есть стихотворение, На которое Марина написала Замечательную песню, Но она не хочет петь каково. Она как стихи звучит лучше. Ладно, прочту как стихи. Марина эту песню называет какаво, У меня, оно называется гораздо благороднее, Джентльменское стихотворение. Развалилась леди На шотландском пледе, Кудрит цвета меди, Губы сладкий плен, А кружочек, дружочек, бледен, Хоть довольно бледен, Ничего особенного, Просто джентльмен. А моя зазноба, Кудрит не особо, И жилье трущоба, И сосед свиреп. По какому праву, Джентльмену слава, Кофе и какава, Мне же квас и хлеб, Стать бы мне отменным, Бледным джентльменом. Я сказал бы леди, Растели-ка плед, И на этом пледе Стал бы с этой леди Кушать, деваляя, И другой обед. А прислуга Клава Скажет мне лукаво, Хочете какава? Он как раз вскипел, Я отвечу, Клава, Ну о чем ты права? Каждый день каклава. Он мне надоел. Сейчас несколько стихотворений Из стихов о мачо. Дело в том, что у меня вышла книжка С владельками, предметками и всеми прочими. Но нужен же кто-то им противорез. А что? Как распознать мачо? Обычно мачо любят плечи. Бывает, любят шашлыки. И сверх того, у мачо плечи Необозримо широки. Когда же у парня вид цеплячий, И ест он кашу и компот, Он никакой такой не мачо. Он просто вам бесстыдно прет. Мачо на мачте В злах маченой мачо на мачте сидел, На море глядел и от страха балдел. Поскольку был мачо слегка трусоват, Его удручала дорога назад. А надо бы, надо бы, надо бы слезть На свете другие занятия есть. К примеру, на даче он мог бы сидеть И с местными мачо над рюмкой балдеть. Терпение кончалось, а солнце пекло, И мачта качалась, и время текло, И стало вокруг, как в колодце темно, И больше не ждал он спасения. Но в то время, как мачо на мачте сидел, По небу полуночи ангел летел. Летел он и думал, кому бы помочь, Уж больно унылая выдалась ночь. Вон месяц висит, как засохший калач, Вон мачта на мачте нахохленный грач. А люди устали от праведных дел, И ангел полуночный прочь улетел, Шепча, все на свете, водяга и вздор. А мачо на мачте сидит до сих пор. А тут попал в этот цикл Лебедев Кумач. К сожалению, Лебедев Кумач Не писал до настоящих мачек. Он любил писать о столеварах, О великих стройках и вектарах, Но хотя он не писал про мачер, У него была большая дача, Земляникою-брусникаю в барок. Это плюс, особенно в жару. Трапеза. Далеко до леча мача ели леча, Только с этим леча пить им было нечем. А другие мачи рядом пили чачу, Но почему-то речи они вели про леча, Мол, леча есть без чачи, А чачу пить без леча, Это, братцы, значит, Жить себя калеча. Мы нальем вам чачи, А вы нам дайте леча, И всем нам станет лучше, И всем нам станет легче. И последнее сих поревизм этого цикла Четыре строчки. Мы с моим любимым мачем Для друзей так много значим, Ну а сами, между прочим, Ничего от них не хочем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова